Для мытья посуды, стирки и других хозяйственных нужд мы повседневно используем мыло, стиральные порошки и другие моющие средства. Намажем тарелку воском и нанесем на нее каплю воды. Вода плохо смачивает воск, поэтому капля не растекается по нему. А теперь добавим сюда незначительное количество мыльного раствора и капля сразу же растеклась. Давайте задумаемся, что при этом происходит. Дело в том, что у вытянутых молекул мыла при растворении в воде один конец оказывается заряженным, а другой остается нейтральным. Когда мы добавляем в воду мыльный раствор, заряженные концы молекул мыла притягиваются к полярным молекулам воды, так что их нейтральные концы торчат наружу. Эти нейтральные концы, в свою очередь, хорошо притягиваются к воску, и теперь капля легко расползается по поверхности воска. Сделаем еще один опыт. Нальем на поверхность воды подсолнечное масло, чтобы оно плавало там отдельными каплями. А теперь добавим сюда немного водного раствора жидкого мыла, и капли масла мгновенно разбежались к краям тарелки. Осталось только удалить его оттуда. Этот опыт свидетельствует о том, что мыльный раствор обладает меньшим поверхностным натяжением по сравнению с чистой водой. Эта чистая водная поверхность тянет за собой капли, а поверхность, покрытая мылом, не может ей противостоять. Теперь объясним, как мыло способствует очистке посуды от жира. Оно помогает воде заползать под жир, а потом обволакивает получившиеся капли жира со всех сторон, отрывая их от поверхности посуды и не давая соприкасаться с ней. Так что теперь жир можно удалить проточной водой или мочалкой. На поверхности посуды тоже выстраивается молекулярная мыльная пленка, защищающая ее от прилипания жира. Мы уже видели, как разбегаются по воде капли масла. Этот же эффект можно использовать в своеобразном двигателе. Добавим вырез на корме кораблика немного мыльного раствора, и кораблик стремительно плывет вперед за счет уменьшения поверхностного натяжения за его кормой. Такой же опыт можно сделать и со спирали, усвернутой из тонкой проволочки. Капелька мыльного раствора, добавленная в центр спирали, заставляет ее быстро вращаться. В этой промышленной установке мелко размолотую свинцовую руду размешивают в воде, а потом продувают через нее воздушные пузырьки. В воду добавляют специально подобранное поверхностно-активное вещество, благодаря которому частицы свинцового минерала прилипают к пузырькам и поднимаются наверх, а частицы пустой породы осаждаются вниз. Такой способ обогащения металлических руд называется флотацией. С его помощью в мире ежегодно перерабатываются миллионы тонн руды.